партизана не было подсумков не был подсумков они патроны носили всегда в карман если где-то что-то какой-то патруль на тебя идет вот они патроны их выкинули подпорщикам больше относилась и у тебя ничего нет тут же ты если тебя отпустили никаких улик а это лучше подсумок снять снять ремень сбросить где-то чего ты продолжаем разговор о форме одежды партизан а гражданских партизан так вот у нас стереотипный человек из деревни так понимаю да вот вот этот партизан вот у него себя таким представить не таким какой совершенно верно именно так поскольку на нем сейчас надета одежда которая характерна для сельской местности советского союза вот шапка которая закрывает всю голову дайся мы посмотрим на меня нам не закрывать только половина если очень постараюсь могу натянуть она мне не закрывает вообще ничего моя нужно шапку по размеру на самом деле не отстегиваются уж это шанс шапка афинского типа в нее можно опустить уж она закроется однако вот этого штука она закрывает в любом случае тебе тепло и самое главное затылок да дальше мы можем поднять воротник и перекроемся практически полностью кожушок зипун миллион всяких названий вообще получу по большому счету вот закрывает нас большую часть тела да и при всем при этом мы можем в нем достаточно спокойно влезть на лошадь которая как ни крути является главным транспортным средством дальше по обуви есть несколько несколько разных моментов сапоги для жителя села для жителей советской деревни точно так же как и для жителя деревни царской еще дать показатель уровня твоего достояния то есть у нас богатый нас богатый человек вот прям железно сразу так и не скажешь что это как раз очень полезно потому что самое главное для лесного так сказать жителя дайте честно говорит неважно советские партизаны ты лесной брат вот так вот прям честно скажу вот незаметности возможность слиться с местностью если я прихожу вот такой красивый на деревенский исход то все сразу смотрят на меня и говорят слышь иди обратно туда откуда пришел а кто-то скажет что вы еще и кодур потому что очень-очень уж прям может страшного видно может быть вот а он снял снаряжение все вот он спокойно за местного пастуха конюха а может и председателя колхоза вот может в сша спокойно сойти и не будет бросаться в глаза это очень важно а что касается вот лесного состояния партизаны были в лесу какой-то вот но это же человек выделяется явно на на лесной местности особенно зимой когда маскировались что-то такое было какой-то специальные маскировки никто не делал исключая выход на боевое задание когда из обычной простыни или льняного полотна делался маскировочный халат кустарным способом тебя конечно в черном на снегу видно за несколько километров как только линия горизонта позволяет во всех остальных случаях маскировочный халат естественно никто не использовал мало того партизан всегда были почти всегда работает из засады и и ему маскировка в чистом виде не всегда бывает нужно мне прямого контакта с противником не так часто бывает для партизаны вышли в прямой контакт с противником дело плохо это плохой партизан это плохой признак очень неплохой партизан на признак очень плохой вот кто-то станет героем но скорее всего медаль вручат уже семье и после войны